Настоящих студентов. А вы настоящие студенты? Мы не настоящие? Вы настоящие. Ну вот есть некое, не совсем настоящие. Ситуально? Да, вопрос, какой вопрос? Вот вы говорили, что взаимодействие не должно зависеть от флэйера. Да. А почему мы так продолжаем? Почему? Ну, потому что так устроена природа. То есть потому что мы так представляем дранжавр? Да, конечно, конечно. Ну это так показывает эксперимент, естественно. Вы сами понимаете, что физика это наука экспериментальная. Да. Ну а что? Вот смотрите, у нас опять же станцию экстременда, экстременда, пишем флэйера, пишем флэйеру, да, и это как, что у нас есть? Видите, что у кого по флэйерам, да? Здесь стоит еще дозит для данного флэйера. Здесь стоит B, D, это шляпы. Большой. Инфицей флэйера. Да? Здесь флэйерам. Вот это вот лежало в классную шкале, взаимодействующих с бронным полем. Где здесь зависимость от флэйера? Где здесь взаимодействие? Заимодействие где? Есть ли зависимость от фоймы? Нет. Мы так написали. Да, мы так написали. И оказывается, что это соответствует природе, понимаете? И другие теоретики могли бы написать, что нет. Могли бы написать, но тогда их утверждение было бы быстренько опровергнуто экспериментом. Понимаете? Могли бы написать, да. Написать можно всё что угодно. Я пишу минус 1-4. И так запишу. Ню-ню. А. И всё в квадрате. Вот так, это вы написали, правильно? Это вы получили из принципа локальной калибровочной вариантности. При этом у нас дню, это есть и дню маленькая, это обычная производство. Частная, конечно, и д минус ж а мю. То есть это поле а мю. Поле а мю мы изменим для того, чтобы обеспечить перебросину из вариантов. Невероятность относительно локальных перебросин при образовании. При этом а мю это, естественно, матрица. Она расписывается таким образом, что это есть а мю а. НС квадрат минус единица полей миллионов, где НС число цветов или ранг группы калибровочной. ДА – это генератор представления группы в фундаментальном представлении. И, как мы договорились, мы их так определили, что она выполняется условием на другом. Ну, конечно, фур или трейс вы почитаете. Ну, тогда первое. ДА – это что нам обеспечивает? Что обеспечивает это свойство? Это свойство. Мы в преобразовании, группы пишем, как У – матрица преобразования, матрица групповая. Это есть экспонента, соответственно, и ТА на ТЦА. ТЦА – это параметры, то есть, скажем, для группы вращения и группы поворота. А ТЦА – это вот эти генераторы, генераторы фундаментальных представлений. Так вот, эта бесшпоровость этих матриц ТЦА, она обеспечивает что? Что унимодулярные эти матрицы. Батрицы У – унитабные и унимодулярные. Они образуют группу СУНЦ. Группа преобразования. СУНЦ. МЦ – число цветов. ТЦА – это число цветов три. Так вот, это «здравствуйте, здравствуйте, Александр Александрович». Так, это число цветов. Значит, я и Панда Глубкинерский класс. В реальность число цветов три. Ну, часто пишут, что в общем, СОСЦ. Так вот, видите, это, что означает У. Это преобразование унитарное. А С – унимодулярное. Унитарность обеспечивается тем, что ТА – эрмитовское. Без шпуровое. Да? А унитарность обеспечивается тем, что ТА – без шпуровое. Вот и цифровое. Да? Ну, теперь это свойство еще никак не говорит о нормировке, которую Клубкинер, которую можно менять. Ну, мы будем использовать на здоровье такую, что рейс опять же. Как уже говорили, это рейс А и В равно огня вторая дэрмитов. Если для группы Су-2, то ТА – это матрица сигма, деленная пополам. Да? Да? Вот. Нажимаем, что и так она вдруг. Еще, сразу, наверное, если уж мы заговорили о этих матрицах, то давайте начнем соотношение полноты для этих матриц. Этим соотношениям оно очень удобно. Можно множество других соотношений из него получать. Очень удобное соотношение. И, в общем-то, вы можете сами написать соотношение, да? Как оно пишется? Как оно выводится, это соотношение? Оно выводится из того факта, что совокупность матриц ТА, которых НС квадрат минус единица, плюс единичная матрица, да? Вот эта совокупность, это матриц, число матриц будет НС квадрат. И вот эта совокупность этих матриц, она образует полную систему. То есть любую матрицу можно разложить вот по этим матрицам. ТА, единичная. И отсюда легко получить такое соотношение. ТА, вот так вот напишем, альфа-бетта. ТА, здесь напишем, альфа-бетта. ТА, плюс единица В на два НС. А здесь напишем, дельта альфа-бетта. Дельта гамма-зейта. Вот почему здесь стоят единицы на два НС, да? Ну, для того, чтобы, вот смотрите, вот эту матрицу, при фиксированном А, да? Берем шпур, получаем одна вторая, да? Здесь тоже берем шпур, получаем НС сокращается, получаем одна вторая. И вот это все равно одна вторая. Вот это, происхождение 1-2. Это тоже связано, конечно, с формировкой, да? Одна вторая, дельта альфа-дельта, пардон, альфа-дельта, дельта гамма-бетта. Вот есть такое значение. Хотите верить, кстати, это проверить? Вполне в ваших силах проверить, повторяю. Это получается и требовали, что мы любую матрицу можем расположить, по совокупности этих матриц и этих. И вот и свойства этого шпура. Ну, и свойства шпуров. Шпур Та равно нулю, шпур единичной матрицы, конечно, это единица на НС, не НС, шпур единичной матрицы. Поэтому вот здесь это стоит. А здесь и шпур Та-Та-В. Так, есть соотношение полноты. Ну, пока мы пройдем матрицы, ничего больше говорить не будем. А скажем еще, что же такое Женю? А, как определяется? Определяется так, что, ну, можно так определить. Здесь матрица Женю равно, ДЮ, АЮ, минус ДЮ, АЮ. И что там? ДЮ, 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 ДЮ. Вот она И. Что получится? На минус И плюс. И Ж. Вот так вот. Аммю. Аммю. Вот это тоже матрица, естественно, да? Ну, если мы распишем Аммю, ну, ее можно написать, конечно, что эта матрица есть по определению, я не буду А. Она тоже помогает, да? Это матрица ТА и только. Потому что шпуретит матрица, шпуретит матрица, халин нулю, и шпуретит, коммутатор. Почему коммутатор халин нулю? Это, вот я забыл, важное соотношение, может быть, самое важное предотношение для тех, что матрица не ТА, это то, что ТА, ТВ, коммутатор, определяет И группу. Это есть И, ФА, ВСМ на ДС. И если мы воспользуемся этим, здесь А, это А, и это, запишем через матрицу. Это матрица. Запишем возложение через ТА и ТВ, возьмем коммутатор с помощью этого соотношения и вычислим же мю а. Уже. Ж мю а. То есть, а мю а, это поля, ну, в отличие от матрицы, где поле одно а мю. Он будет четырехкомпонентный, по ибису у него одно. Одно четырехкомпонентный. Здесь не одно, а НС квадратная с единицей полей. Да? И напряженности полей тоже не одна напряженность, а НС квадратная с единицей. И мы получаем, что это здесь ДНУ 1А – ДНУ 1А. И вот здесь самый главный член, какой же самый главный член, минус G, F, A, V, C, 1В, 1C. В каком смысле он главный? В том, что вот он и есть, обеспечивает все отличия от сквадратной динамики. И, значит, у нас он показывает, что поля, на природных полей. И сами поля несут заряды, и взаимодействуют. Есть любое взаимодействие между поляными, разлюбленными и поляными. Вот здесь оно сидит в этом взаимодействии. Вот здесь месяц, понимаете, мы зайдем в жены в квадрат, получим вот этот член, это будет совершенно аналог. И не помогли два члена, но только сумма будет по всем полям. А вот этот член будет входить, и нет, как в произведение ДНУ. Это будет, что он нам даст? Он нам даст вершину трехтвионного взаимодействия. И есть еще квадратический член, он дает вершину четырехтвионного взаимодействия. Вот он, Рэнжан, написан. Что дальше нужно писать? Правила Фейнзана надо писать правильно, да? Бывает ли правила Фейнзана? Ну, Рэнжан написан на классическом уровне, на классическом уровне, да? Мы его должны... Ну, так... Правила Фейнзана, может я соскочил, немножко, вперед. Мы должны проплантовать, да? Провести вторичное квантование. Да. Но здесь-то мы и сталкиваемся с той же самой проблемой по существу. Только в более острой форме, что и в электродинамике. В электродинамике была же у нас проблема. Нельзя провести вторичное квантование, да? Почему нельзя провести? Потому что импульс сопряженный, паноничный импульс сопряженной координатой А0, зануляется, да? Тождественно. Потому что... Ну, квантование проводится и для свободных полей, да? А это... Для свободных полей у нас та же самая ситуация, что в электродинамике. У нас в лагрушан предоставляются суммы лагрушанов для каждого... Суммы по цветам. От лагрушанов, которые практически электродинамические. Поэтому это же самая проблема. Опять импульс... Канонический импульс для координатой А0. Я тоже правильно обatted sor. Но проиходитьям, потому что производная... Кононический импульс... Как определиться? Мы должны взять... Кононический импульс для координатой А0. Мы должны взять... Производную от лагрушанов, от... от производной от лагрушанов по... Производные поля по временям. Правильно? Как определиться fellowship? Ну как? Кононический. П. Как определиться? Да и под их кусочками. Вроде координаты у нас поляка играют. Эмпиргус у нас получается равен нулю каноническим. Поддавание нельзя провести. Что делается электродинами? Помните, что делается? Добавляется член какой-то. Говорят, добавим. Ну в классике можно добавить член фиксирующий, как говорят, фиксирующий калибровку. И этот член в классике. Можно наложить условия калибровочные, так чтобы этот член правил нулю. Например, будем работать в калибровке, да и ню амю равно нулю. Тогда у вас есть шанс. Написали член, который нулевой будет. Он нулевой вклад будет давать. Член написали, да и ню амю в квадрате. Нулевой вклад даем. Если не будем работать в калибровке, да и ню амю. Да и ню амю равно нулю. Ну, в вкладовой теории немножко сложнее, потому что такого условия на поле нельзя давать. А может быть, условия на физическое состояние, и, в общем, ню амю, да и ню амю. Можно вкладывать в интернете, дописать смену, например, такой член. Минус единицы делить на два. Дэта, что ли? Как пишется, что ли? Дмю амю. Дмю амю. Дмю амю амю. Квадрат. Опять же, это служба по цветам. Пописали так же, как в электриданике. И в электриданике все спокойно. Мы этот член пишем и работаем с ним. И для физических величин, если мы работаем с величинами, то никаких проблем этот член, в общем-то, не дает. Оказывается, это не так в кроводинамике. Оказывается, не так. То есть, можно так сказать, что в электриданике у нас есть подпространство физических состояний. И полное пространство состояний, оно можно растить на пространстве физических состояний, которые содержат, в котором есть только поперечные фотоны. И пространство, состояний, содержащий также и физические фотоны. И физические фотоны, это продвольные племенные. Мы ввели, видите, мы ввели четыре. Здесь, ну, пробникает четыре значения. То есть, мы ввели четыре типа фотонов. А физические фотоны только поперечные. Два есть только физических фотонов. Но вот в электриднамике вклады продольных и вредных фотонов, они сокращаются. Если мы начнем работать только с физическими начальными состояниями, то и в конечном состоянии будет только физическим. И все замечательно. Проматинамике ситуация хуже. Гораздо. Потому что, получается, что даже если стартуем с физических состояний, все равно у нас из-за того, что есть вот самодействие биодов, мы выходим из физического сектора. То есть, не происходит сокращения продольных и временных биодов. Не происходит. Остаются какие-то вклады не сокращенные. И вот это, в общем, некоторое время была проблема с тем, как же так сформулировать теорию, чтобы эти вклады сократить. Проблемой занимались, в общем, многие люди. И Фейнман занимался. И даже какой-то дал рецепт сокращения. В одной виде я дал рецепт сокращения этих лишних вкладов. А то, где вид сформулирован в общем виде. Ну, в таком не очень удобном. Наиболее удобную формулировку дали Фейнман и Баков в помощи метода функционального интегрирования. К сожалению, объяснять этот метод... Вообще-то, очень полезно бы вам знать этот метод функционального интегрирования. Но, если вы пожелаете, я вам дополнительное время как-нибудь расскажу. А если вы пожелаете, ну что ж... У нас нет сейчас программы, у нас нет времени на обсуждение этого метода. Так что я стакулирую только результат. Только результат. А результат таков. Вот таков результат. Оказывается, надо добавить сюда духи. Такие фиктивные поля, которые не физически, не встречаются нигде. Фиктивные поля. Они... это скалярные поля. Скалярные поля. Так. Надо написать, значит, плюс. Дмю. Фикрест. А. Ну ладно. Фикрест. Ладно, так напишу. Фикрест. И Дмю. Гляжу производную. На Фи. Понятно. Где Фикрест и Фи. Это поля, тоже имеющие цвет. Тоже имеющие цвет точно так же, как глюон. Глюон, вот, ежели у нас кварты преобразуется по фундаментальному представлению, то глюоны, говорят, преобразуется по присоединённому представлению. По присоединённому представлению. По присоединённому представлению группы. И генерация, видите, вот, как можно... Как у нас происходит удлинение производной в тензоре G-мю? Вот стоим на ню, да? Но, когда мы работаем в складе, то удлинение происходит таким вот образом. А ню, вот, вот что такое. А ню, а ню, а ню, да? А здесь вовсе по-другому происходит удлинение. Здесь происходит удлинение так, что... Ну так, вот, как я говорил, на это A действует. Действительно. Вовсе стоит A свёртка A с F, A, B, C, да? А что такое со структурными константами? А что такое структурные константы? Структурные константы, вот эти структурные константы. Это генераторы группы в присоединённом представлении, да? То есть, если мы обзавёл генераторы в присоединённом представлении, вот, TA это генератор в фундаментальном представлении. А где же генератор в присоединённом представлении? Абсолют A, TA. Ну, ясно, что это уже генератор матрицы, да? В каком-то представлении генератор. Вот это матриц 3 на 3. Или НС на НС, да? А эта матрица какая? Нежка она действует в пространстве. А. В пространстве, вот, световых полей А. А не у А. То эта матрица должна иметь столько же индексов, естественно, сколько это поле. Сколько индексов имеет это поле? Не индексов, а столько компонентов. Это восемь единица квадратная свинница. Поэтому, значит, вот этот я же напишу в компонентах. Это уже матрица, это компонент этой матрицы. Так вот, TA, BC, это есть минус I, F, A, BC. Вот, можете убедиться, что эти матрицы потеряются тем же самым коммунционным соотношением, что вот эти матрицы. Что компонентное соотношение для TA-TB мы можем написать TA-TB коммутатор. Это опять здесь I, F, BC, НС. Здесь я уже не пишу. Так же, как там я не писал матрицы, я не писал матрицы. И здесь не пишу матрицы. Здесь вот я выписал матрицы для того, чтобы определить, что я явно увидел эту матрицу. Здесь не пишу. Вот коммунционное соотношение те же самые, вы можете убедиться, стартуя вот отсюда. И, значит, я тогда это означаю, что, как говорите, матрицы. Вот, матрицы представления, которые называются присоединёнными, обычно. Вот. Так. Так вот. Здесь Dμ имеет точно фи. Это можно представлять фи как столбец. Да? Фи имеет A. Фи имеет световой индекс, такой же как углеводного поля. Ну, можно представлять его столбцом. А Dμ – это точно так же, как мы столбцом представляли вот здесь. Пси представляли столбцом, да? А все крест представляли строкой, правильно? Тогда уже писали вот так вот. Dμ – это матрица. Здесь то же самое можно написать. Dμ – абсолютно в том же деле. Но только свёрткой здесь будет A. И будет матрица, но только в присоединённом представлении. То есть будет сворачиваться не с D маленьким, а с D большой. И, видев ли, в явном виде это можно написать. Давайте напишем. Я в виде это напишу. И будем переписывать это. Dμ – и крест. И как это напишем? C. Или C. А здесь напишем так. Дмюн. Дмюн. Там что у нас? Дмюн. Дмюн. А это значит ещё. Плюс G. А. Ну. Так. В общем-то я напрасно это и это напрасно это. Ладно. Можно было сразу, друзья, не сюда написать. Написать бы так. А здесь только Манaz ton. Дмюн. А здесь,ai笑 сейчас, убий中国, дмюн, так и это напишите. А вотсперт. А за это напишут, у 보자�ка, уничтож한 монстрон. Дельта СВ, а здесь САВС, на ФИС, а на ФИВС. Вот так. Здесь член СДМЮ – это просто единичная матрица в цветовом пространстве, так же как и ТАНК. А член САВС – это матрица генератора РУПКИ. Если надо, то представляете. Все. Да. Да. А И не нужна? Нет, не нужна. Дело в том, что вот смотрите, здесь… Вот здесь ИДМЮ, вот здесь ИДМЮ, понимаете? Здесь я набрал зал. И вы, вообще-то, должны меня за руку схватить. Что такое? Я пишу. Выбросили поле. Я пишу ДМЮ. Ну ясно, что ДМЮ. Здесь должно стоять просто производство. Вот я здесь И пропустил. Если я умножу на минус И, то получится ДМЮ. Это есть ДМЮ плюс ИЖ на А. Плюс ИЖ на А. Значит, ДМЮ плюс ИЖ на А. Ну само на матрицу. На А матрица есть свёртка. А АМЮ АС ТА. Само ТСа держит ещё ИИ. Вот оно и сократилось. Не сократилось. Стало минус единицы. Но я правильно написал уже с учётом этой минус единицы, если нежнее. Сейчас ещё соображу. Мы можем я на ДМЮ А. Я сейчас... Сообразить... Правильно ли я написал. Значит, здесь свёртка по второму индексу. Здесь свёртка по второму индексу. То есть третий, второй... А. 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 С. Да? Да. Пожалуй, правильно написал. А здесь свёртка вот такая. Переставить надо индексу. А здесь Б. Вот так. Да, правильно. Да, правильно. Правильно. Ну, можно переставить. Я уже говорил всё равно, что Ф – это абсолютно асосиметричный тензор, да? Поэтому индексуальная дистанция – это, без не менее, знак. Да. Поэтому можно, конечно, индексы переставлять, но следить за знаком. Меня к этому не надо. Ладно. Вот теперь написали такой ланджан. Да? Вот такой ланджан – уже всё. С ним можно работать. Уже можно писать правила Реймана. Всё уже есть для этого ланджан. Правда, я ещё не сказал следующее. Если я расскажу, я крыть скок. Не сказал ещё следующее, что… В принципе, как вы знаете. Есть и другой способ, да, в работе с такими прибросами. Ну, скажу, в интернет-дамике мы говорили. Вот можно внести шпион, фиксирующий карибровку. А можно по-другому было делать. Можно было исключить лишние степени свободы. Лишние. У нас были лишние степени свободы, да? Фотоны у нас были пространственные. Вернее, вредные фотоны были и продольные фотоны. Вот они лишние. Их можно было исключить просто. Каким образом? Ну, просто… Опять же, пользуясь куликовочной свободой благословения, можно было зафиксировать карибровку и наложить наполнительные условия. Ну, в общем, можно было исключить эти шпионы. Можно было исключить эти шпионы. И здесь тоже можно было исключить. Наложить условия, скажем, диверенция А равную другу. Один из способов, так называемых, кулоновских лицов. Значит, первое. У нас, поскольку у нас поле А, А-НОЭ, А, А-НОЭ, А, да? Оно же не содержит… У него… Логрюшан не входит в его производное по времени, да? Не входит в его производное по времени. Поэтому уравнение движения для этого поля – оно не настоящее уравнение движения. Это… Ненастоящее уравнение движения в том смысле, что в него ускорение-то не входит. А входит только скорость и само… Сама эта координация, и само это поле. То есть это можно рассматривать не как динамическое уравнение, а как уравнение связи. Вот воспользуемся уравнением связи. Исключим это А-НОЭ. То есть А-НОЭ выносим… А-НОЭ с точкой выносим через… Через другие переменные, через другие поля. И еще наложим свойства через другие поля, через… То есть через поля как вектор. Это вот… Лигная компонентная, а плюсим через поля с векторными компонентами. И наложим еще условие, что диверсенция А – это вот векторная часть полей А-НОЭ. Диверсенция А – она для всех цветов, конечно. Та же самая процедура, что в электринамике. Ну, конечно, она сложнее, чем в электринамике. Опять же из-за того, что есть своемодействие. Самодействие в ледах. Но, тем не менее, ты тоже можно сделать… То есть работать в такой физик… В такой калибровке, в которой есть только физические степени свободы. Только физические степени свободы. И можно делать без трюка Фадеева Попова. Без трюка Фадеева Попова. И, в общем-то, люди так и делали. Ну, еще до этого самого появления этого трюка… Ну, другое дело, что это технически сложно. Неудобно. Технически сложно, потому что теряется явная вариантность. Нужно работать с разными компонентами по-разному. Поэтому, в общем-то, это технически сложно. Ну, и, не знаю, как-то некрасиво, что-то. Поэтому, конечно, было желание… Считаем, что большой шаг, безусловно, технического, а, при этом, безусловно, большой шаг в изменении вот такого вот духовых полей. Вот, или такие поля. И без забот можно работать в павлиантной теории с любым… Причем, вот этот… Видите, этот Лангаршан… Духовый фон… Он, оказывается, не зависит от Кси… Вот этот коридорочный параметр… Он зависит от фон вот… От того, что здесь стоит… Денуалью в квадрате, да? Форма, конечно, важна для… Только при такой форме… Такой у нас получается… Духовый… Духовая часть Лангаршана… Духовая часть Лангаршана… Но от Кси Вентяна не зависит от… В этом смысле у нас еще остается выбор свободы прорекований… Да? У нас есть свобода выбора прорекований… Да? У нас есть свобода выбора прорекований… Что пропагатор лиовного поля? Сейчас пропагатор лиовного поля определяем… Теперь… Лиовного поля, мы и должны писать… Значит, не только пропагатор… Ну, вообще… Лиовного поля… Лиовного поля мы должны написать практически индекс ele Ganse K… Но и следовой индекс, да? В Эю… Ясно что… И здесь, в середине пульска, то для этого пропагатора, в общем, та же самая ситуация, что в электродинамии в альканах, здесь появляется член ДФТАБ. Почему ДФТАБ сохранит этот свет? Ну, естественно, свет сохраняется. Видно, что в Альканах свободных полей это просто сумма по цветам для одетых цветов, поэтому свет хорошо сохраняется. Здесь стоит ДФТАБ и это единственное отличие от электродинами. И дальше всё стоит то же самое, то есть стоит, ну, ежели я, что ЛИВ, то есть, на К в квадрате, 4-х метров на К в квадрате, плюс 0. Ну, это не 0, не пишут обычные, это пишут, когда мы уже расслабим внутренние диаграммы, это немножко определяет правила отхода. Ну, здесь не просто ежели я, а здесь стоит минус J веню, плюс венец минус дзенда, так по-моему. Ну-ка, сейчас собираем. Здесь стоит КМЮ-КМЮ, 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 и есть на К в квадрате. Правильно я говорю, что это было или нет? В электродинами так было. Так, что же мы знаем? Егеницы минус егеницы на центре, да? При цеха равном егенице мы должны получить фейнерскую калипровку, да? При цеха равном егенице. Почему при цехе равном егенице мы должны получить фейнерскую калипровку? То есть, просто же меню. Потому что, вот видите, вот это же меню, опять, для свободных порядок. Берем квадрат. Здесь есть квадрат этого члена, квадрат этого члена, да? И они хороши в том смысле, что они представляют из себя, они такие же, как для отдельных полей, да? А вот есть смешное произведение. Оно, так сказать, нарушает. Вот если бы просто взяли квадраты этих, мы получили бы просто сумму лагрюжанов. Ну не только сумму, кавариантную сумму лагрюжанов для каждой из компонентов. А то вот еще. И, конечно, тогда бы, если кавариантная сумма лагрюжанов для каждой из компонентов, тогда, конечно, было бы... То есть, они бы... Разные компоненты, чтобы сроки взаимодействовали, конечно, было бы только жирвенью, да? Больше ничего. А вот перехлестный цвет, он все портит. Он, кстати, и ведет к невозможности экономического колдования. Если бы перехлестного цвета не было, то возможно было бы экономическое колдование. Так вот, перекрестный член сокращается, при центре равной единицы, он просто сокращается вот этим членом. Правда, предварительно перебросим. Какой вид имеют здесь перекрестный член? Смотрите. Здесь минус 1,4, да? Потом, с учетом этого минуса. Да? И минус 1,4. И у того, что, когда берем квадрат, у нас получается удвоенное произведение перекрестного члена. Получаем 1,2, с плюсом. Д, мю, а, мю, а. Д, мю, а, мю, а. Правильно? Вот так точно не получается. Вы знаете, что можно... Здесь д, мю, а, мю. Д, мю, а, мю. Вот, д, мю, а, мю. Вот, д, мю, а, мю. Можно перебраться в производную. И как раз получим перекрестный два раза. Знак при этом не меняется. И получим как раз вот этот член. Зета равна единице. И с другим станом. Значит, если это равно не единице, в пятницу. Член, фиксирующий коляковку, сопрощает перекрестный член на меню в квадрате. И, значит, должна выполняться точно вот это вот. Точно. Вот. Если это равно не единице. Оставаться только грабить ненужелином. Вы должны это понимать. Не чувствую. Не проявили его понимание. Александр Алексеевич. Понятно. А? Понятно. Понятно. Ну, ладно. Ну, а при цета равном нулю? При цета равном нулю, да? А что означает цета равном нулю? Это член? Вот. Я же говорю, цета равно нулю. Ну, то есть, единица в голове до бесконечности. Это значит, что вот эти члены, вот этот, должны выполняться... Это все равно, чтобы дельта-функцию стали под демьонью. То есть, должны выполняться условия поперечных. Пропагатор должен быть поперечный. Проверяйте, поперечный пропагатор. При цета равном нулю. Ну, конечно, если умножим его на к, то получаем ноль, да? Поперечный пропагатор. Так. Вот. Что еще я не сказал? Говоря о духах. Что еще я не сказал? Я не сказал, что когда... Вот духи, я бы сказал, что это не физические. И физические поля, и физические. И введены они, это искусственные поля, потому что они называются поэтому духами. И введены они были только для сокращения, как лишних, чтобы обеспечиться полное сокращение вкладов нефизических глионов, то есть глионов с продольными и временными полярминациями в абсолютных физических процессах. Вот. То есть мы должны их рассматривать только в перьях. Да? В перьях. И при этом, еще вот одно такое замечательное обстоятельство, что они, так сказать, квантуются они, эти духи. Вот они, у них целый спин, а квантуются они как фермионы. Да? А в чем проявляется то, что они бантуются? Нужно все коммутарно проявлять. А? Бантю коммутарно включать. Правила Феймана. Что? Как это сказывается? То, что они бантуются, как фермионы. На каждую петлю минус единица. Вот как это сказывается. На каждую петлю духовку надо ставить множество минус единица. Так. Смотрите, вот. Фея, это минус скалярное. Оно скалярное, а оно со цветом. Видите? Оно скалярное поле. Ну, то есть, у них спинной, спинной. Скалярное поле. То есть, он только скалярное, а функциональное соотношение? В принципе, нам даже, поскольку он был введен в функциональный интеграл, нам не важно, на самом деле, правило плантования для него. Нам только важно, что, я еще раз повторяю, он введен для сокращения физических, в каких-то состояниях, не вначально и в конечном состоянии он не появляется, это поле не появляется. Оно появляется только в производственных состояниях. Я теряется, значит, появляется, да? И на каждую, и то, что это не вот это вот плантование, то, что это поле, в какой-то конкурс, как Ферниландой поле, проявляется только в том, что на каждую единицу ставится множество методов с единиц. Все. Все. Да. Ну, ладно. Дальше что? Ну, все вроде бы. Написали в этом шрам, вместе с духами. Все. Надо теперь писать правила Фейнмана. Что делать? Правила Фейнмана. Писать. Вот так, ну, правильно я уже написал, да? Что касается пропагатора Кварта, то, конечно, для пропагатора Кварта, если мы напишем здесь симпульс Фе для пропагатора Кварта, то для него, значит, ну, в принципе, можно писать, у Кварта тоже свет, можно писать в явном виде цвет. Здесь, по-моему, я уже в явном виде цвет писали, да? Но здесь мы писали в явном виде и Лоренцовский индекс. У Кварта, как вы помните, вот эти индексы обычно не пишутся, да? А можно и цвет не писать. Но иногда цвет пишут. Вот я цвет написал. Ну, понятно, по цвету это будет Л-та, Л-та, альфа-бетта, альфа-бетта. А здесь будет стоять, здесь будет стоять, С-а шляпка. Минус М – это масса квадратных. Дальше я не буду уже писать флейверы. Буду считать, что у меня один флейвер есть. Поскольку все флейверы одинаково взаимодействуют, не имеет смысла указывать флейверы. И вот мы будем писать, как у меня один флейвер. И указывают здесь МФ, и чему это, да? Псошляпка плюс М, правда, да? Опять же, вот это псошляпка. И здесь стоит, так, видит на П в квадрате, минус М в квадрате. Опять, плюс и ноль. Опять, я не пишу плюс и ноль. Но вот И-то здесь, короче, надо написать. Это обычный скалявный пропагатор. А здесь это вот произошло из-за того, что есть спиновые волновые функции у квадрата. Вот они нам дают. П плюс М. Эти спиновые волновые функции. А здесь тоже вот обычный, это обычный скалявный пропагатор. А здесь вот минус и ноль только из-за спиновых волновых функций. Здесь, спиновые волновые функции, есть вектор поляризации, которая... Ну, это не было название, а здесь спиновые волновые функции, это фунил с сердцем, который имеет размерность к уровню энергии, какой-то, 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 какой-то массы. Ну, а что вы все это помните и понимаете? Дальше, что есть у нас? Дальше у нас есть, конечно, ну, это и... Ага. Еще, конечно, есть уховый пропагатор. Уховый пропагатор. Опять же, уховый пропагатор. Ну, и он, конечно, у него только А и В только скалявные инфекции. То есть цветовые инфекции А и В, поскольку это скалявная часть инфекции. И, конечно, это есть Дельта В. Дельта В и И делить на каждую град. Вот он, поскалявший пропагатор. Это из массовой частиц. Конечно, масса этого духа ухода, конечно, тоже равна. Так что, к нему, к нему, к нему. Только там можно не испечь согласение лишних вкладов. Все пропагаторы есть. Теперь надо написать вершины. Решины. И что же? Тогда придется что-то стирать. Вот эти индексы А и В 8 прокирают? 8, 8, 8. Вот эти вот. Вот эти А и В 8 количество. А вот эти А и В 8 3. Да? Да. У каждого кварта 3 цвета. А у каждого глиона 8 цветов. Кварта фундаментарное представление. Да? Фундаментарное. Кварта. Представление 3. Да? А глионт. Представление 3. На 3. А глионт, что ли? Мы обсуждали. Что глионтарное? В 8 плюс 1. Да? Есть синглент, который мы выбросили. Вот. Мы его не включили в его взаимодействие. Потому что у нас группа унитазная и универсальная. Синглент мы выбросили. Остался вот объект. А объект глионтных полей. Да? Да. Глионтных полей 8 или, вообще говоря, nc2 минус 1. И столько же, повторяю, по числу цветов. Точно столько же духовых полей. Вот они духовые поля. Дальше. Наверное, можно все это уже выпросить. И вот туда пойдем. Все равно. Все равно. Дальше. Надо писать вершины взаимодействия. Ну, и в принципе, сами можете их написать. Да? Я уверен. Я уверен. Я уверен, что можете. Но, чтобы... Вы можете мне подсказывать. Какая простейшая вещь? Ну, конечно, объект глионтных полей. Я объект глионтных полей, между прочим, изображаю так же, как электромагнитные. Вот так вот, с такой линией. Ну, а что? Пока у нас мы работаем только с глионными и не наследствием электромагнитных полей. По-моему, сейчас их не рассматриваю. Конечно, это удобное дело. Вот такая есть вершина взаимодействия. Мы должны, конечно, написать... Что здесь нужно написать? Здесь можно написать ню и а в глионном поле. У кваркова более можно писать, значит, опять же, и индексы. Какие индексы? Цветовые индексы, которые проявляют значение от 1 до 3. И какие еще индексы? Ну, лоренцовские индексы. То, что это четырехмерный спинор. Да? Полновая функция кварков. Четырехмерный спинор. Вот здесь лоренцовские индексы мы указывали. И цветовые указывали. А у кварков приняты линии указывать ни те, ни другие, а подразумевать. Когда мы пишем матричный объект, то мы начинаем выписывать с конца стрелки, с конца вот этой линии, там, где линия кончается, и идти против линии и выписывать все удолженные линии. Это тоже правило все удолженные линии. Это тоже правило все удолженные линии. Так это всему исходит равно этот элемент диаграммы? Что сопоставляется этому элементу диаграммы? Минус Е. А? Минус Е. А? Минус Е. Минус Е. А? Минус Е. Значит, минус Е. Ну не Е, а Ж. Да? Да? Гаваню. Да? Точно так же, как в электриналике. Это в электриналике. Правильно? Что здесь? Добавляется? Дилитар. Ну какой это? Дилитар. Да не дилитар, а ц, а. Вот он индекс а. Зачем я его написал? Справа есть индекс, то слева тоже должен идти индекс. Да? А почему? Откуда этого я занялся? Ну потому что вот у нас взаимодействие. Так вот у нас взаимодействие. Видите, стоит? А. Стоит здесь. Вот стоит. А. Вот здесь стоит. Минус Ж. Амю. 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 Минус Ж. Амю. А. ДА. Вот ДА стоит. Здесь, когда если Дмю свернул с гамма мю, будет стоять. Амю. Будет стоять. Минус Ж. Аμфа, Та, Ни Камма мю. Правильно? Вот что стоит. Ну вот это у меня ушло на оператор. Это у меня... Когда я пишу материчные элементы, я подозреваю, что я вот этот член взаимодействия. Вначале у меня было состояние такое квадрат, в конце такое, и флион. Но я не знаю, могу его в начальном, в конечном состоянии все равно написать. Вот беру я материчные элементы. Вот этот ушел на состояние, вернее, ну, фактически, я еще раз повторяю, это беру материчный элемент когда-то. То состояние у нас содержит окрест оператор рождения и уничтожения. Вот этот ушел на свертку с операторами рождения и уничтожения. То есть так, что все им здесь ушло и ушли на эти свертки. И вот у меня, кто осталось здесь, это... Откуда минусы? Почему минусы их? И откуда взялась? Ну, откуда взялась? Из экспонента. Правильно, из экспонента у нас... Мы же берем материчный элемент с матрицы, да? А из матрицы S, это S, оператор S. Это равно емский элемент. И интеграл емский элемент, который мы вот здесь написали, да? Вот оно и... Все. Ладно. Дальше. Ну, я еще раз говорю, что это то же самое, что вы не знали. Вы можете, конечно, уметь выводить эти правила. А можете просто вспоминать. Конечно, и важно, чтобы вы умели выводить эти правила. Но это же нереально. Но... Нереально. Правда? Не все умеют это сделать. Ну, ладно. Ага, я хочу, чтобы вы научились. Так вот. Теперь. Вот начали с этого материчного элемента. С этого материчного элемента. Значит, с такой диаграммой. А теперь у нас есть, скажем, диаграмма... Вот такая диаграмма. Трехплеонная диаграмма. Да? Диаграмма трехплеонного взаимодействия. Вот она. Ну, что касается взаимодействия квадрата, то все. У него больше нет же никаких членов. Все. Слово, это один член. Больше ничего нет. Для взаимодействия. А что касается глиозы, то я сказал, что здесь есть... И вот, когда мы глиозы в квадрате возводим, то здесь есть член просто а, потом есть член ж на двойное а. То есть в квадрате возводим, получается член порядка ж и ж квадрата. Вот. Ну, это ж, конечно. Это вот такая диаграмма. Да. Но здесь мы должны уже, так сказать, определиться. Написать здесь. Ню а. Ню б. А. Ню. 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 Нюканцевские индексы. Ну, если мы будем вычнять элементы с матрицы, это же только внутренность, это вершина просто! А потом это вершина, мы должны будем эту вершину сворачивать с чем? С, скажем, с векторами поляризации. Вот, поэтому мы будем умножать на вектор поляризации ею для этой частицы, ну и соответственно, по этой цифру для этой и по этой цифру для этой вектора поляризации. У глюонов есть, также как у фотонов, есть поляризационное состояние, но есть ещё поляризация в обычном пространстве. Но у них есть ещё поляризация в цветовом пространстве, потому что у них цвета разные, есть поляризация в световом пространстве. Тоже можно ввести вектор опаллизации к световому пространству, и по этим индексам сворачивается все векторами опаллизации к световому пространству. Но кроме этого есть еще что? Есть импульсы, наверное, у глионов, как у фотонов. И надо здесь на диаграмме обозначить импульсы. Ну давайте для симметрии введем П импульсы. Пусть они все будут входящиеся. Ку, а здесь будет Пу, Пу, Р. Пусть будет. Вот мы полностью охарактеризовали состояние входящих глионов, всех входящих глионов. Ну и что же мы можем написать? Для... 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 Этой... Вот геограммы. Конечно можно вот раскрыть вот этот же меню в квадрате, написать там вот этот эксперт линейный по G, и поставить его там в матричный элемент. Вычислить его матричный элемент между состояниями вот трехглёнными состояниями. Ну и матричный элемент вот здесь. Матричный элемент вычислить между состояниями... Ну как... Какими состояниями? Ну как... Мю, А, Б и так далее. Вот трёхглённое состояние, а здесь вакуум. Вот такой матричный элемент вычислить, и получим то, что отвечает этой геограмме. Но это... Можно сделать. И при таком хорошем навыке это даже займёт не более полчаса, да? Но я хочу, чтобы вы научились писать гораздо быстрее этот матричный элемент. А гораздо быстрее как можно написать? Гораздо быстрее можно так написать. Вы знаете, вот если бы были здесь, здесь, вот здесь вот, были бы не скалярные частицы, вернее, не спинтер был здесь, а был бы здесь скалярный, вот это, скажем, вот здесь были бы скалярные частицы, да? Но тогда вершина, как вы знаете, зависела бы от импульсов скалярных частиц. Скажем, поставить импульсы, например, П их можно поставить импульсы, да? И так бы вершина была бы... Как выглядела? Она бы выглядела так. Минус ИЖ, да? На ТА, то есть там ТА, да? А здесь, как выглядели, что? П плюс У... Ну, правильно. П плюс У... Так была, так бы вершина была бы... Не СЖ, да? А нежели бы эти скалярные частицы преобразовывались не по... Не по... Фундаментальному представлению, а по присоединённому. Как бы вершина выглядела? Это вот ТА матрицы фундаментального представления. А если было бы присоединённое, что тогда было бы? Т большое. Т большое А, которое есть ТА, это есть метод ТА. Как я уже написал, ТАВС, это есть минус БЛКВС. Тогда мы должны были бы ещё написать здесь индексы, правильно? Какие их должны быть? КУ и... Т... Вот так... ТА... А здесь было бы... ВС... Если бы здесь было БВ, индекс АС был бы индекс С. Вот так был бы... Выклинил матриц С. Так... Минус СЖ, да? ВС... Почему я индексы вот так проставил? ВС... Я же перестаню, это будет по-другому жрать, правильно? Да? Знаки сменятся. Почему я так написал индексы? А в соответствии с этим я написал индексы. Почему в соответствии с этим? А потому что... Здесь я ведь... Ну, если я буду умножать на... Вот этот материчный элемент на волновые функции, то я должен взять сначала вот эту волновую функцию. Вот эта волновая функция будет здесь стоять, правильно? Здесь волновая функция стоит. Ну, кстати, это же так же я написал. Вот если бы я в индексах, здесь поставил индекс, пусть не ВС, а ВТ и гамма, то здесь УВТА как раз ВНТ гамма. Я вот так и написал. Так и написал. А теперь еще один шажочек. А если теперь у нас эти частицы не скалярные, а векторные, что тогда будет? А? Векторные, и у них нет никаких там магнитных поментов, ничего нет. Что тогда будет? Сколько по поляризации векторного вектора. Тогда мы должны написать здесь еще индексы во-первых, сказать, какие у меня вековые индексы? Да? Поляризационные индексы. Какие? Да? Вы должны написать здесь, скажем, РО, а здесь ВНТ, РО или ВНТ? А, ВНТ, да. А, не РО. Поляризационный индекс, МЮ. Здесь написать НЮ, а здесь РО. Да, вот так. Поляризационный индекс, МЮ. Поляризационный индекс, а теперь это тоже векторные частицы. Да? Ну, мы его должны написать. И что тогда здесь появится? Появится минус ЖНУРО. Вот что появится здесь. Минус ЖНУРО. Ну, а почему оно появится? Ну, если считаем, что вот частицы... Опять же можно сказать, а давайте посмотрим в таком, в предельном, в дисканерметическом. И умножим на вектор поляризации. Кто это? На вектор поляризации. Кто это вершина? На вектор поляризации это частицы речицы. Эта вершина должна давать то же самое, что скалярная частица. То же самое, что для этой частицы, для скалярной частицы. Потому что в дисканерметическом примере от скалярной не должно зависеть ничего. Так вот, если умножим, свернем вот этот минус ЖНУРО с векторальной поляризацией ЕНУ для этой частицы и ЕРО для этой частицы, ну, одна из них сопряженная, то мы получим единицу. Потому что условия нормировки для вектор поляризации ЕНУ. Е сопряжен на ню на минус ЖНУРО на ЕРО. Это на лжом и травной единиц. Вот условия нормировки для векторов поляризации. Почему в ЕНУ здесь стоит? Ну, потому что... Давайте рассмотрим систему покоя. У них есть только... Нулевая компонента у них равна нулю. Есть и пространственная компонент. Вот поэтому минус стоит. Вот так вот мы получили. Вот мы получили, что должно стоять. Да? Что должно стоять для частиц. Если у нас вершина такая, что у нас здесь вот этот потон или этот глюон взаимодействует с вот этими частицами векторными... Эти частицы считаются векторными, да? И в присвякленном представлении. Но здесь вот это самое и стоит в этой вершине. Это же самое и стоит. Но только, только с тем условием, что на самом деле мы здесь... Вот здесь у нас только эту частицу мы рассматривали как носитель взаимодействия, да? Носитель взаимодействия была эта частица. Вот мы стартовали вот здесь вот с переносчиком взаимодействия. То есть, получим минус g. Ну, минус g можно вытащить, полностью. А здесь? Ну, давайте напишем, минус g, вот это вот, где у нас, new rho, вот эту частицу мы считаем переносчиком взаимодействия, а эта частица взаимодействия еще, минус g, new rho, да? А здесь стоит ТА, да? ТА какое? Ну, опять, ТА, здесь стоит ВС, да? ВС. А здесь стоит, теперь, что у нас стоит? Сумма импульсов. И с индексом в нем. Сумма импульсов. r, но только если здесь не сумма, видите, я один импульс-то сменил, знак у одного импульса, да? Будет состоятельность, значит, разность. r минус g. r минус g, m. r минус g, m. r минус g. Все. Но остальные можно написать уже просто из какого свойства? Из свойства того, что все три клеона, да, они у нас и не тричные, потому что все они три клеона. Поэтому сразу все можно и написать. написать здесь, ну так написать, минус g, m. r, то есть что мы сделали? мы заменили, значит, что мы сделали? r оставили, то есть заменили глионы этот и этот. мюро, здесь когда tb, а здесь tb, а здесь tb, а здесь индексы a, c, a, c, а здесь стоит sb, c, а здесь что стоит? Ну, можно, на самом деле, упростить себе задачу, да? Чтобы не смотреть каждый раз на вот эту вот, например, t, да? Упростить задачу таким образом. А давайте t. Оно ясно, что будет? Что это такое? Это минусы f, v, c, правильно? Минусы f, v, c. Давайте я вам дядь и напишу. Минусы на минусы, это что такое будет? Минус единицы, да? Напишем. минус минус f, а, минус g, f, a, v, c, m, a, v, c, m. И вот эту вот, эту уберем. А дальше, r минус кун, а дальше r минус кун. Мем. Вот. А дальше пишем, опять же, замена одного глиона на другой, но только учитывая, что при каждой замене это f меняется знак. Значит, здесь, по цветам здесь антисинетрия есть, значит, надо по этим индексам тоже, по логу, в общем, сказать, индексам и по индексам тоже антисинетрия называется. Значит, ну, я тогда вот так напишу. Это еще и вытащу, и напишу плюс. И тогда напишу плюс. Ж, ну, ро, ну, напишу Ж, мю, ро, и тогда что будет? Ж, мю, ро. Что я изменил? Мю на ню изменил, да? Да, мю на ню изменил. Это значит, изменил q на p. Значит, будет цель p минус r. p минус r ню. Вот, все. Все, что есть. И плюс, и плюс, и плюс. И плюс. Что еще у меня есть? Мю ню. Дэн ню. Дэн ню. А здесь стоит, когда, когда, то это не есть, стоит q минус p, q минус p, q минус p, q минус p и рон. Вот, все. Все, что есть. Понятно? Так вот пишется вершина взаимодействия. Вершина трехклёвного взаимодействия. Ну, и это самая важная, на самом деле, вершина в ровне дарь. Самая важная вершина. Вот. Это я пока ставлю вот c, а это я пока сотру. Теперь, конечно, для полноты картины, конечно, надо написать и четырёхклённую вершину. Четырёхклённую вершину, которая есть. С одной стороны, она не сложнее, а другой проще, чем, почему она проще. Ну, потому что, здесь видите, она зависит от импульсов. А эта вершина, как вы понимаете, от импульсов уже не будет зависеть. Потому что, смотрите, что такое. Она получается, когда второй член, где-то у нас же мю, второй член в квадрат в огоне. А второй член, в другую мю, первые два члена были дэ мю а мю и минус дэ мю а мю. А второй член был просто, никаких происходов не содержал, поэтому здесь импульсов не появится. Поэтому просто довольно написать эту вершину, это будет, ну, не очень сложно написать эту вершину. Так, просто надо рассказать сначала световые и лодинцевские интексы. И что там будет... Вот будет, конечно, что будет. Значит, в квадрате будет g в квадрате, потом будет вот этот минус и g. Значит, будет равно минус и минус и это от того, что у нас в косматическом виде, минус это вот тот минус, g в квадрате это от квадрата, да? А дальше будет стоять следующее. Ну, дальше будет у нас порядочный член. Смотрите, будет стоять F, A, скажем, B, F, C, D, F. Здесь свёртка по I. Откуда свёртка взялась? Ну, потому что у нас такой квадрат какой у нас был? Что у нас было? F, A, B, F, A, B, C, A, U, A, A, U, B. Вот такой вот член был в A, B, F, G, M, A, G, M, C. Был вот такой член. И надо G, M, C в квадрате возводить. То есть это вы можете всё на F, A, B. А здесь я напишу, а здесь я напишу, лучше, здесь I в этой квадрате возводить. А здесь мне нужно C, D и опять то же самое I. Вот по этой верфленности члены квадрата. А здесь, конечно, A, C. Вот свёртка по µ есть, A, C, µ и A, D, µ. Вот такой член у нас есть выражаемый. Такой член есть выражаемый. Да. И он есть с коэффициентом минус G квадрат делить на 4. Правильно? Вот это одна четвёртка, одна четвёртка у нас есть. Минус есть, G квадрат есть, всё. Всё. Вот теперь минус G квадрат здесь написал. I – это от действия, от действия, от того, что ты в степени I написал. И дальше вот этих членов A, B, A, B, I, C, D, I написал правильно. И теперь у меня здесь умножаются на что? Здесь вот я должен здесь написать дельта A, B, C. Да, A, B, C. А теперь я должен здесь написать G, A, B, C, A, B, C, D. Хорошо? А теперь я должен ещё написать G, N, C, A, B, C. Да? А G, N, U – это G, N – Естественно, G, N, James. Всё, написал такой член. Как я это написал? Это я написал подразумевая. День, давайте я лучше... Же-ню... Же-ню-ро потом, да, Же-ню-ро. Всё. Это я написал. Вообще-то говоря, я должен был что сделать? Вот эти индексы, да? Эти индексы. Здесь, это же не мои индексы. Не мои. Я их должен написать как не мои, чтобы они не совпадали с этим индексом, да? Но я уже написал в такой пример, что я, вроде бы, Понятно, что индексы вот этих ф, да, Они определяются индексами а. Если я сбежал с индексами а. Я написал так, чтобы... Вот этот вот а, это а. Это пошло... От этого а был взят матричный элемент вот с этим миллионом, да? От этого а был взят с этим миллионом, да? Поэтому у них были индексы ню и ню. Вот эти индексы ню и ню. Они свернулись вот этими индексами вот от этих миллионов. Вот я уже написал вот это что. А все остальные опять... Как я должен писать? Все остальные я должен поселедине написать. Могу написать поселедине. Я могу теперь переставить миллионы. Вот этот с этим, да? Переставить. Переставить. Это значит, что я переставить должен Дельта и Ро. Но, если я переставлю Дельта и Ро, я одновременный лосс. Симметрия должна быть под цвет. Здесь это полная симметрия. А под цвет у меня уже есть антисимметрия по С и Д. Здесь я тоже должен антисимметрия. Поэтому я должен написать Дельта и Ро. Ж ню Ро. Ж ню Дельта. Да? Все. Вот я написал. Как это можно говорить? Я как будто работал... Вот разорвался. Смотрите. Вот эту биограмму я так вроде бы написал. По цвету, во всяком случае. Вот у меня... Вот эти... Это вот и светка Р, да? Вот свет у меня прошел в этом канале. Видите? АВ перешло в И. АИ перешло в СД. Свет в этом канале прошел, да? И вот от прохождения цвета в этом канале я получил такой вклад в определение радиограммы. Ну а я могу свет теперь густить. И все в двух других каналах, правильно? И поэтому я могу могу написать... Должен написать. Ещё... 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 Ещё три вклада. Плюс... Написали, конечно... Ф... А... С... Скажем... С и Т... Ф... А... С и Т... Ф... В... Д... И Т... Чем? Как у меня получается результат? Я заменял его... Заменял его... Ээээ... Заменял его... Глюон... Этот... Да, вот этот глюон. Вот я заменил цвета. Цвета... В на С заменил. В на С заменил. В на С заменил. А и точно так же я решил заменить здесь ловицевские индексы. То есть надо заменить ню на го. Ню на го. И здесь получается... Ж... Опять ню на го. Они так... С тем же знаком. Ж... Ну... Эээ... С тем же знаком. А дальше... Ню на го. Минус... Ж... Ню... 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 Ж... Ню... Ню... И... Ж... Ж... Ню... 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 То есть я сменил глионы АС, В и Д сменил глионы. То есть В и Д поменял истание В и Д. Значит, свинтак я уже написал в этом изменении. Теперь я должен написать это изменение В. В лодке скидывать индекс стоит на дельте сменить. Мы получаем тогда G на ню, ню на дельте, на ню G на дельте, и минус G на дельте, и минус G на дельте. Вот такой вот паровозчик. Одно только утешает. Если вам придется пользоваться этим паровозом, то крайне редко. Так. Но для... Так сказать, для лодки картины я обязан только писать вам. Для выражения. Но я еще не написал выражения для... Для чего я еще не написал выражения? А? Для духов. Для духов? Ну а что для духов? Ну совсем просто. Что там происходит? Совсем просто. Вот оно. Вот оно. И писать как-то неудобно. Что тут писать-то? Духовая вершина. Ну там, например, изобразим. Вот пошел дух. Да? И это будет значить... Конечно, я должен написать здесь ню и ан, и индексы. А здесь я должен написать только С и Т. И Б. Да? И Б. И это есть... Значит. Е, М, С, И, Д. Ф, И. С, А, Б. С, А, Б. И... Что? Вот это вот стоит у меня Дэн Мюл. Что это Дэн Мюл? Да вот, это импульс. Импульс С. Здесь я должен написать, должен написать П. И стоит Пэн Мюл. Но только с И. С И она стоит. Да? Потому что Дэн Мюл дает нам И на И. Поэтому, вот, все стоит. Ж. Ж на ФЦ, А, Б. Поэтому... Да. Пунктирное июня, да? А, вот эти пунктирные июня для Духов, конечно, пунктирные. Конечно, пунктирные. Пунктирные июня для Духов. У нас здесь нет такого, что ли, этого? Да. Вариантности. Ну, значит, не разности? Нет. На самом деле, это, насколько я понимаю, безразлично. Видите, у нас ходит здесь... И симметрично здесь выписан свет. Видите, здесь ходит только производная, и здесь только сюда. Да? Наверное. Ну, по-моему, это вообще безразлично. Да. Ладно. Ну, что еще? Ух! Правила я вам дам. Припьемся немножко. Да? А потом продолжим еще. Тоже немножко. Как это на этот счет? Ну? Чтобы уж завершить. Рассмотрим еще основные процессы. В чем отличие от пантового электродинамия? В основных процессах. Пантового электродинамия. Ну и все. Ладно? Есть такое слово странное. А почему странное? Но здесь, казалось бы, такого состояния не может быть. А почему не может быть? Как раз, наоборот, вполне бы, казалось бы, естественно, что есть состоятельности, состоящие из-за них. А почему нет? Кварт-антиквартовое состояние есть. Да? Да. А почему нет состояния? Глюоны же, они тоже взаимодействуют. А вы теперь, говорю, про их вкус. Я практически ничего не буду говорить. Поскольку таких поисков глюполов, они ведутся, я не знаю, как-то. Вот до сих пор ищут. И таких явных кандидатов на глюболы. Понимаете, глюболами называются, ну, по пределу, глюбол это состояние, состоящее только из глюона. Да. Ну, а почему такие состояния вообще возможны? Почему там нет примесей квартов? Нет. Нет. Ну, вот. Я не знаю. И это, понимаете, то, что они не содержат кварта, то главное это ограничение на их моды распада. Понимаете? Они должны распадаться. Ясно, что они не стационарные. Это есть некие резонансы. Нестабильные частицы, которые должны как-то распадаться. Распадаться они должны по-другому, чем обычные частицы. Скажем, чем Робизон. Они должны по-другому распадаться. Ну, потому что в Робизоне есть просто жилье в кварке. Жилье в кварке. Есть кварк-антикварк. Они там хотят убежать, но не могут. Потому что есть конфаймент, который, опять же, только это такое магическое заклинание. Конфаймент. Да? Как он устроен, не очень понятно. Ну, вот они хотят убежать, натыкаются на стенку конфаймента. И при этом рождается еще парочка кварков-антикварков. По одиночке они не могли убежать. Но они подхватывают порождающуюся кварков-антикварков и убегают. Да? Вот такая картинка, такая качественная. Тоже картинка. Даже не качественная. Я не знаю, как это название. Картинка распада. Можно. Потому что диаграммы соответствующие рисуются. Вот. А глюболы-то совсем по-другому должны распадаться. Там же нет кварков. Подхватывается. Нужно рождать дополнительные кварки. Поэтому другие вероятности распадов. Отличие должно быть существенное в их распадах, в их рождении глюболов. И на этом отличие основаны поиски. Но есть еще другое. Есть, конечно, хромодинамика на решетке. И там можно просто искать связанные состояния из одних. Ну, в каких-то корреляторах. В паренных глюлевых полей. В паренных глюлевых полей. Можно искать в виде, там, связанных состояний. Я же предпречу. Воды не распадят. Это должны быть полюса какие-то. Они должны быть как-то проявляться. По-разному можно искать. Их тоже ищут. И более того. Находят. Ну, находят. А на эксперименте как-то не очень находят. Понимаете? Вот такая проблема. То есть на архитальшотах есть какие-то предполагания? Да. Есть кандидаты любого на решетку. Но эксперимент, ну, точность вычисления решеточных, она ведь не очень высока все-таки. Как-то решетки с решетками больше, там, десяти, с решетками размером больше, чем десять фундаментальных длин в каждом из направлений. В общем-то, современные мощности еще не позволяют работать. Поэтому не точность. Ну, может быть. Ну, знаете, если бы у нас Господь Бог, он, наверное, все знает и без расчета. В принципе, да. В принципе, да. В принципе, да. Есть кромодинамику на решетке. И считайтесь. Все получится. Значит, я вам просто говорю, что любого должен состоять из глиона-антимлиона, и там должно быть как-то сервис. А какие еще? Что значит глион-антимлиона? Ну, можно... Я не знаю, что такое. Значит, как ведет себя глион? Вот этот вот синтезон А при зарядном сопряжении, он не переходит в какой-то другой с тем же индексом А, а в какую-то синтезон позицию. Ну, можно говорить о глионе. Есть бесцветное состояние двух глионов. Вот что такое глион. Бесцветное состояние двух глионов. Да? Ну, да. Ну, ладно. На самом деле. Про глионы я ничего интересного сказать не могу. Поэтому вернемся к нашим баранам. Теория возмущения, которую мы сформулировали. Правила глиограммной техники сформулировали. Ну, что? Остается считать. Но какие-то важные свойства, важные свойства понять можно и без расчета. Расчеты, конечно, видите, они послофее, чем расчеты в квантовой электродинамики из-за наличия новых вершин и из-за наличия цвета, понимаете? Какая-то же мы в квантовой электродинамики считали, да? Мы говорили, что вот у частиц есть поляризации. Амплитуда процесса зависит от того, какие поляризации в начальных частицах, какие в конечных. Амплитуда зависит. И сечения, естественно, зависят. И для того, чтобы рассматривать сечение с поляризациями частиц, мы должны говорить матерцу поляризационной матерцы плотности, и, в общем, вычисление становится гораздо сложнее, чем в том случае, когда мы рассматривали, рассматривали сечение с не поляризованных частиц, когда мы суммируем по поляризации коричневых частиц, усредняем по начальному, и практически только с такими сечениями мы и работали, да? А здесь еще дополнительно появляется еще одна степень свободы, но тоже поляризация, но еще в цветовом пространстве. Ну, опять... Ну, здесь можно сказать, что и сам Бог велел рассматривать только неполяризованные процессы, процессы с неполяризованными в цветовом пространстве частицами. Потому что они вылетают, и их, в каком-то смысле, их поляризация в цветовом пространстве, она... как-то ее рассматривать не очень осмысленно. Вылетают только бесцветные объекты. Поэтому здесь тоже... Опять... Можно рассматривать сечение процессов с определенными малилизациями цветового пространства. Но мы этого вовсе не будем делать. А мы на основном только сечение для неполизованных частиц. Вот. Ну, даже и для неполизованных частиц, когда мы будем рассматривать сечение, то все равно будут дополнительные сложности, связанные со цветом, потому что цветовые матрицы-то входят, вот они, матричные элементы. Поэтому надо как-то научиться работать с цветовыми матрицами. Ну вот, я недавно вам написал здесь, вот стираю сейчас его, соотношение полноты для матриц-гибраторов в фундаментальном представлении вместе с единичной матрицей. Эти соотношения полноты, а также коммунционные соотношения, соотношения для шпуров, в курсе антре-гибраторов, они позволяют получить для других полезных соотношений полезных соотношений для матриц-гибраторов и фундаментальных, и предсоединенных представлений. Такие, скажем, ну вот, ДА-ДА. Что это такое? Это, конечно, я уже, по-моему, говорил, что это есть оператор Казимира для фундаментального представления. Его обозначает, то, что он оператор Казимира означает, что эта матрица она просто единичная матрица с неких трюфицированных, трюфицирован называется ЦФ, его драйвит ЦФ, НЦ, назвал НЦ. А вот матрица ДА-ДА, я же не могу представить, такая, смертная, это тоже оператор Казимира, но его, он имеет, здесь и не пишу единичной матрицей, здесь и здесь, тоже оператор Казимира, но он, ну вот, ну вот, разница СВ на единичную матрицу, и это, представляю, это есть просто С. Ну, вот это соотношение, вы легко можете получить с помощью соотношения полноты, очень просто, там, или, в соотношение полноты входит такая, такое присоединение матрицы с индексами, да, а взяли, свернули, и получили, реальное дело, получили, соотношение, это соотношение, тоже можно получить из соотношения полноты, но, для этого надо воспользоваться тем, что, что такое, ТЭАН, ТЭАН, это матрица, ТЭАН, это как мы уже говорили, ТЭА, это матрица с фонтрицами, с инсилентами, это кафиниз, это есть И, минус линус, Ф, АВС, да, АВС, мы уже говорили, да, а поэтому, АВС как определяется, АВС определяется через комбутатор, да, ФАВС, так, так, коммутатор, ТЭАН, коммутатор, ТЭН, В, коммутатор, главно, И на ФВС, на, на СС, ну взяли, умножили на ТС' и взяли шпур, и воспользовались тем, что шпур ТЭН, 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 это одна вторая, это ТЭН, СС' и получили, что И, Ф, АВС, это есть шпур, одна вторая, нет, одна вторая, какая-то вторая, два, два, шпура, ТЭН, 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 коммутатор, ТЭН, здесь, конечно, можно переставлять АВС, поскольку симметрия АВС, она очевидна, но здесь может доказать с помощью точных слифовий, что симметрия по всем трем индексам, симметрия по всем трем индексам, можно по разному переписывать, и вот можно получать вот такое соотношение, полезно еще внести, и она будет фигурируя, матрицу ДАВС, которая есть ДАВС. А что такое ДАВС? Мы говорили, что вот есть антикоммутатор, но есть и коммутатор, тоже можно назвать ДАВС, вернее, это коммутатор, мы можем записать выражение для антикоммутатора, да, антикоммутатор, который есть, там, что же он есть? ну, ДАВС, АВС, так, я решу, плюс ДАВС, это предвидение, вот это ДАВС, с наличием которого есть, связано с существованием двух операторов, Казимиров, двух и тридцать. Значит, тут есть, я говорил о двух операторах Казимиров, а ВСУ-3, Флэйгурна, да, когда, собственно, Флэйгурна, но с точки зрения математики различий-то никакого нет, Флэйгурн, это все товары, все это то же самое. С точки зрения физики есть большое отличие, потому что, Флэйгурна симметрия, она нарушена, да, и с ней взаимодействие вообще не связано с флэйгурной симметрией, а с цветовой симметрией. Цветовая симметрия не нарушена, и на ней сидит все взаимодействие, на калибровочной грузке, отвечающей цветовой симметрии. Вот. Так здесь, как определить, что такое здесь? Здесь, конечно, единичная матрица, а коэффициент, наверное, единица на НС, или на 2 НС. Шпур возьмем, здесь шпур возьмем, получим ДФТАВ, просто ДФТАВ, потому что это антикомандант. Видите, если возьмем тоже, просто так, получим ДФТАВ, да, все правильно. Вот так. 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 Вот это, если ввести такую матрицу, да, можно написать, найти, найти, лёгкую, да, ну ладно, это я, поскольку я не помню, на память чему, на коронах, ну, оставляю это, ну, вам для домашнего брашки, она нам понадобится, нам, вам понадобится, на семинаре, на семинарах, ладно, понимаете, понимаете, вот, можно вывести массу соотношений, всякого рода, ну, например, ясно, вот это что такое, это аналог соотношение гамма-мю, 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 да, гамма-мю, гамма-мю, это тоже идилличная матрица с какой-нибудь коэффициентом, правильно, с вертого подъема, а есть соотношение, например, гамма-мю, 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 да, тоже есть такое соотношение, когда гамма-мю, между двумя гамма-мю стоит, внутри еще какое-то гамма-мю, здесь какое-то гамма-мю, здесь тоже, конечно, есть такое соотношение, да, 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 и это соотношение тоже полезно, так, часто встречаем, часто приходится использовать это соотношение, Так это, конечно, легко догадаться, что оно должно быть пропорционально tb, индекс Таи немой, он ушел, остался tb, но только коэффициентчик непонятный. Коэффициентчик такой, как называется cf минус cv, минус cv пополам. Это значит, значение оператора Каземира в моментальном предоставлении, а это присоединено. А здесь стоит т.а. Вот соотношение, которое у tb. Ох, молодец. Видно, что не спит хоть один человек. Так, ладно. Все, ладно, хватит с этими матрицами. Вы на семинаре еще с ним поработаете. Вот. А теперь я хочу дать такой крайенький, совсем крайенький обзорчик процессов. Некое процессов в квадро-динамике. Какие же характеристики сечения этих процессов? С чего начнём? С чего начнём? С процессов? Кварт-квартов рассеяния, да? Кварт-квартов рассеяния Вот такое растение ку-ку, или вообще говоря, всё равно ку-ку такое, такое ку-ку, то есть разные эти парки, разные парки, но этот одинаковый Ну и что мы можем сказать об этом процессе? Конечно, просто такая диаграмма, там самая, чтобы корректуре динамики, сечение. Что можем сказать о сечении? Надеждаем д-сильму по д-сильму. Так, грубо, грубая характеристика этого сечения. Давайте мы введём вот эту самую переменную рс и т, рс сюда, т сюда. Сечение как ведёт себя? А? А? На Т квадрате. Сечение единицы делить на Т квадрате. Да? Сечение единицы на Т квадрате. Ну, конечно, но это обычная колонность и расходимость, она есть и здесь, конечно, никуда-то не делась. Да, конечно, есть. Да. И, значит, то же самое, здесь никаких отключений от квадрата. Ну, электродинамики нет, по существу. Ну, конечно, я повторяю, можно расслабить процессы с фиксированными щитками, но это не буду делать. То есть, для этого процесса всё тривиально. Следующее, что можно рассматривать... Ну, конечно, можно рассматривать его и в канале ангеллянции, но в канале ангеллянции... Значит, когда у нас куклу щитоль переходит в куклу щитоль, в другие квадраты, да? Как сечение такое ведёт себя? А? Как оно себя ведёт? Ну, кажется, только единицы на С в квадрате, конечно. Единицы на С в квадрате. В зависимости от Т слабая передача Энгеллянции. Единицы на С в квадрате, где С, это опять энергетический вариант считаем. В этом канале уже. Ну вот. Тоже ничего интересного. Что начинается интересного? Ясно, что интересное начинается, когда у нас плеоны вступают в руку. И это интересное. Конечно, когда мы рассматриваем процесс, скажем, ЖЭКУ. ЖЭКУ. Насейны. Комптон. Комптон. Не только не катонный, а амбрионный комптон на электроне, на кварке. Что же здесь интересного? Что здесь самое интересное? Конечно, есть те же самые диаграммы, которые есть для фотона. Такая диаграмма. Такая диаграмма. Ну, есть вот такая вот диаграмма. Вот такая диаграмма. И она, конечно, всё кардинально меняет. Потому что, как мы знали, как мы знали, эти диаграммы дают какой вклад? В полное сгодность в течение падающей, да? А если говорить о дифференциальном распределении, то есть, ну так, здесь видно по dt. Так. Это есть единица делить на s и на t. Так? И если взять за t, это значит вот это вот. Это s. Вот это вот. И если здесь вот, g' , g' , g' , g' , g' . А здесь вот, g' , g' . И если за t обозначить вот этот квадрат вот этого суммарного импульса, и квадрат вот этого импульса обозначить за t, квадрат вот этого импульса, да? Тогда мы получим вот это вот. За счет того, что в этом канале... Откуда вы сделаете эти диаграммы, я не знаю, что это значит. Из-за того, что в t канале есть глион. То есть, глион. Частицы афтином единицы. Как мы помним общее выражение для достигнутого dt. Можно так написать, что это есть на возрасте, где t много меньше s. Но много больше, чем все квадраты нас. Чтобы можно о них пренебречь. Тогда это будет s в t в сетени, что? Два единица на s в квадрате. Вот она, эта точка, да? Здесь 2j равно 1, s квадрат, вернее, j равно 1, s квадрат сократился, и единица на t квадрате осталась. А здесь, для этих диаграмм, в интернете, было сечение вот такое. j было равно... Видите, в этом канале есть частица с пином 1, 2j это 1, 1s сократилось, и t появилось. Вот такое сечение было. Здесь был какой-то пик, логарифмический пик для рассеяния назад. Нежели этот ипус маленький, это значит, что конечный глион летит по начальному квадру. Это, говорят, рассеяние назад. Вот, такое было. Здесь ситуация партинально меняется за счет наличия этой диаграммы. И сечение оно вот такое же, как здесь. Более того, можно легко вычислить этот коэффициент. Вот этот коэффициент, я думаю, что вы на семинаре это проделаете, коэффициент реально вычисляется. Каким образом? Думаю, что уже говорилось, что... Каким образом? Есть такое размножение в числителе этого пропозатора. То есть здесь индекс ню, а здесь индекс ню. Здесь инкульс путь p1, а здесь инкульс путь p2. И они разные, эти инкульсы. Сильно разные. Так что p1, p2 очень большая величина. Когда большое сечение? Когда... Вот эта частица летит преимущественно по p2. А эта частица по p2, когда идет рассеяние в филе. Тогда здесь сечение большое. Здесь... Или когда малопередативность, т маленькая. В теканале у нас есть пропагатор фотона, блюона. Пропагатор, у него есть вот комиксованная часть, которая есть, g-ми ню, g-ми ню. g-ми ню можно расписать так. Считаем, не облегая маслами. Считаем вот эти частицы без маслами. Или эти инкульсы светоколусные. Можно написать так, что есть p1 ню, p2 ню, плюс p2 мю, p1 ню, делить на 2. Делить на s. Где s – это p1 p2 в квадрате, как вы понимали, да? И плюс... плюс g-ми ню в перпендикулятах. То есть перпендикулятность означает то, что перпендикулятность плоскости, образованной векторами p1 и p2. Вот. Теперь, нежели мы будем сворачивать, давайте посмотрим, что даст при свертке с вершинами каждый член из этого разложения. Вот этот член, он не даст никакой зависимости от s, правильно? Потому что, что у нас получится? У нас перпендикулятность только... Здесь и здесь будут участвовать только перпендикулятные импульсы. А они маленькие, эти перпендикулятные импульсы. Я говорю, что преимущественно. Т же маленькая, передача импульса маленькая, значит перпендикулятные импульсы маленькие. Теперь, этот член, вот пошли... Здесь у нас p2 пошел на эту вершину. Ну и встретился с теми же импульсами, которые типа p2, да? Ну, что... Которые славно отличаются от p2. Ну и дал по редкой именицу. Опять, и члену с s никак не наснущий. Этот пошел... Где? Вы правы об этом говорили. А этот пошел вниз и тоже дал ничего не дал. Значит, вот этот член... Вообще будет подавлено, какие-нибудь отклады амплитуды его. Вообще подавлено, какие-нибудь место s. Этот член... С в нулевой степени. А вот этот член даст s в амплитуде. В амплитуде даст s. Почему? Потому что он... p1 пойдет сюда, встретит там p2. p1 на p2 — это s. А p2 пойдет сюда и встретит p1. А p1, p2 — опять s. Значит, исчезлили с квадратами, зналили с s. Вот, что значит можно просто сказать. Для него примерно равно... Если бы мы говорили... Посматриваем асимптотику вот такую... Так называемую ретчичную асимптотику. Когда s велико, а ты... Ты маленькая... Это мой главный член. Для него можно разложить... Представить вот таким образом... И видно, что у нас произошла факторизация. Вот p1 пошел на эту вершину. p2 на эту вершину. Так? Разошла факторизация вершин. Вот. И амплитуда... Значит, амплитуда... Это будет s делить на t. Амплитуда s делить на t. Амплитуда s делить на t. Из-за нормировки волновой функции начальных частиц. То есть из-за потока умножителя. Вот. Так. А теперь посмотрим... Ну вот, что очень такое замечательное... Замечательное явление произошло. А если теперь мы посмотрим gg-рассеяние. gg-рассеяние. Ну, конечно, есть... Магиограммы ведь... Значит, для gg-рассеяния. Ну давайте... g Дж... Г... Перешло. g1, g2, r1, g2r, g2r. Можно конечно все диаграммы нарисовать. Я думаю, что для вас... Никакого труда этих не составляли. Но, я не хочу этого делать. Я ограничусь только одной диаграммой. Которая важна. Именно вот в этом рэшостримедии. Ну, если С-порядка Т, то, конечно, все они важны, когда С-порядка, или Т-порядка С, все они важны, но все надо учитывать. А вот в таком примере, в высокотергетическом примере, или в Рейчельском примере, то, конечно, самая главная диаграмма, это вот такая главная диаграмма. Ж1, Ж1' Ж2, Ж2' Как вы помните, конечно, для фотонов в резном приближении вообще так процесс не идет, да? Он идет только в петлевом приближении, и сечение падает с С, падает с С, а здесь вот ситуация совершенно другая. Здесь сечение, так же, как вот это вот обусиление, вот это сечение, да? Если обозначим это, значит, д-сигма Ку-ку, а это обозначим д-сигма ЖЖ по ДС. Вот здесь же мы получим, ну, получим, я так напишу, профессиональное выбор, чтобы равно напишу. Равно напишу что? Я напишу АКУ-ку. Вот так. А здесь сечение напишу в том же виде, д-сигма ЖУ по ДС. А это сечение, что это есть АКУ-ку, делить на G в квадрате. А это сечение, я напишу, что это есть АКУ-АЖЖ делить на G в квадрате. Но вот из того, что мы вот говорили о том, о разложении этого пропагата, сразу следует, что АКУ-ку на АЖЖ, это есть, что такое? АКУ-ку в квадрате, да? АКУ-ку в квадрате. Сказано, что можно получить, согласен на счет. Да. Без всяких вычислений. Ну, что еще интересного есть? Если что-то и есть интересное, то вы можете сами получить. Вот с помощью такой простенькой формы вы можете получить. информацию, всю качественную информацию о процессе. Потом, как она ведет себя, а к сечению на семинаре приборяется. Наверное, на семинарии вы что-то еще проделаете. какие-то, посмотрите процессы более внимательно. Наверное, я вам не надоел? Если не надоел, то можем продолжить. Еще одну такую маленькую тему. Значит, да? Можно здесь посмотреть? Как это все учителяется? Да. А как вы экспериментируете такие вещи проверять? Если бы это проверялось, там, вот, или кулаки, или длину, а как это проверяется при растении? Понимаете, в чем дело? Но это проверяется. Каким образом? Вообще формулируется... Я слышал, что не наблюдаются такие процессы. А что наблюдаются? Например, на огромном, любимом нашем банке. Что наблюдаются? Наблюдаются струи, которые летят. Много чего летит. Ну, скажем, вдруг на большие углы наблюдаются две струи. Почти с импульсами, которые друг друга почти компенсируют. Какая же интерпретация этих струй? Какая интерпретация рождения? Как рождаются эти струи? Вот. Рождаются они следующим образом. Вот он, вот, летит протон. А здесь, сюда, летит протон. А протон состоит из глюоновых и кварков. Есть такая функция распределения. Можно вычислить, но не то, что вычислить, а так... Можно ввести функцию распределения. Функцию распределения портонов в протоне. Ну, не только в протоне, в любой частице. Функцию распределения, которую можно так обозначить. Ф... Функцию... Ф... Ф... Ну, например, Q... В... 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 Мы знаем сколько и хотим, скажем, наблюдаем на конечном состоянии две струи. Ну-ка откуда взялись эти струи? Вообще говоря, струи могут быть разные. И есть струи, рождённые кварталом, и есть струи, рождённые глеоном. И они вообще-то разные. Ну давайте пока забудем про эту разницу и будем говорить, что в каких же источниках вот этих струй могут быть? Могут быть источники этих струй? Ну кто? Почему-то импульс. Как может произойти процесс большой передачи импульса? Это должны столкнуться какие-то кварки или глеоны, которые здесь были, и разлететься на большие углы. Ну то есть здесь что-то вот полетело, там вперёд как-то, ну не совсем вперёд, потому что если отсюда мы убрали один кварк или глеон, то всё, когерентность нарушилась, это уже будет мутротонное состояние, а вообще чёрт знает что. Просто так же отсюда вылетел один кварк, да? Или антикварк. Антикварк. Скажут, антикварк отсюда, антикварк отсюда. Они обменялись глеончиком, и здесь полетел опять с большой передачи импульса, разлетелись две частицы. И эти частицы породили струю. Эта частица породила свою струю, эта частица свою струю. Но если честно запишется, как? Слёртка. Вот такая слёртка. Вот так напишем. П. Это общее название для партона. Партона может быть кварк, антикварк или любая частица. Слёртка. Кварк, антикварк или глеон, да? А здесь П. Это первая партона. Партона. Вот свёртка. Нам нужно свернуть эту функцию с П' в другом протоне. П2. Число партонов в другом протоне. Свернуть. Но так, чтобы умножить. Но не друг с другом. А умножить как сечение. Сечение П1-П2 лучше. П1-П2. П1-П2. Сечение. Сечение взаимодействия партонов П1-П2. В результате которого рождаются, как сказать, новые партоны. Другие вообще говорят. Они могут быть. И те же могут быть. Другие. Рождаются. Но с большой передачей импульса. Так, чтобы, конечно, партоны летели на большие углы. П1-П2-П2. Это сечение. Вот одно партонное сечение, о котором я сейчас говорил. Это партонное сечение. Теперь, это мы получим. Вот и всё. Они рождают струи. Пять же. Ну, там есть механизм, как струи рождаются. Если мы смотрим инклюзивное рождение, то достаточно просто. Нам не важно, как. То есть, как. Если родился вот этот вот партон, который летит на большие углы. Таким образом он там перейдёт в струи. Нам это не важно. Просто считаем число партонов и говорим, что это число равно числу струи. Но бывает не так, что мы должны... Мы, конечно, смотрим на... Когда рождаются не струи, а отдельные адроны. Отдельные адроны, да? Тогда мы должны сюда родиться отдельные адроны и сюда родиться отдельные адроны. Тогда мы должны свернуть вот это вот выражение с функцией фрагментации адрона в... Вернее, функцией фрагментации партона в адрон. Ну или, грубо говоря, с вероятностью, дифференциальной вероятностью перехода партона в адрон. Для этих функций... Эти функции... Вот эти функции, функции распределения, это функции распределения партонов в адронах. Да? Функции распределения. Ну, видите, они являются, так сказать, неотъемлемыми частями описания процессов на нашем любимом баке. А откуда они известны, эти функции? Ну, ладно. Эти функции, там, помимо ли, есть какое-нибудь растение из электронов, да? Ну, для них есть... Для них можно написать уравнение эволюции их по передаче импульса, да? Уравнение эволюции. Которые называются дегвал-правнениями. Мы о них еще будем говорить. О правонениях эволюции, мы в свое время будем говорить. Да? Что? То же самое, что метро-квалентных латонов, да? А? То же самое, что метро-квалентных латонов. Ну, понимаете, метро-квалентных латонов, это... Это такое... Ну, это... Ну, это... Да? Метро-квалентных латонов, это начальная стадия эволюции этих функций распределения, понимаете? Начальная стадия. Опять же, что мы будем говорить. Дело в том, что... Ведь метро-квалентных фотонов мы вот так вот сказали. А, вот, фотон излучился, да? Все, мы... Дальше его развитие. Фотон ведь может... Может эволюция происходить таким образом, что фотон излучился, потом родил пару, потом и пара еще фотона излучилась, да? Но этот процесс уже маловероятен, поскольку константа маленькая. Альфа, 1,137. А если мы говорим о константе связи, не маленькой... А ведь, на самом деле, вот, альфа это наивно, а при каждом вот таком перерождении у нас... Альфа умножается еще на логарифм передачи, большой передачи импульса. И это... Вечна, когда мы говорим о патронных процессах, она... Эта вечна порядка соединяется. То есть, когда мы говорим об электродинамике, об электродинамике... Мы вот говорим, вот, и случился, и все, фотон. Все. Вот число эволюционных фотонов, да? А, ведь может быть так, что этот фотон родил пару, да? А пара еще родила фотон, да? И на каждом этапе здесь стоит вот... Вы же в сечение уже смотрите. Здесь стоит альфа, здесь стоит альфа, да? Ну, на самом деле, если внимательно посмотреть, то не альфа. Альфа на большой логарифм. На альфа логарифм Q в квадрате. Но в электродинамике даже альфа на логарифм Q в квадрате это Q, да? А для хромодинамики это леда. Поэтому для хромодинамики вот эти функции F, функции F, учитывать весь такой каскад, понимаете? Да? Ну, ладно. Еще вопросы есть? А? Они есть для фотонов, а для повыбужденных, которые мало нарушены резонансы и вообще построить невозможно? Функции распределения? Да, да, да. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Для них, для вот этих функций распределения, можно написать только уравнение эволюции, уравнение развития их, и уравнение изменения их с передачей импульса, с Q в квадрате. Потому что, вот, я говорю, Q в квадрат большое, можно в приори возмущении пользоваться. А, я говорю, здесь набираются логарифмы Q в квадрате. Продифференцировали эту функцию распределения по логарифму Q в квадрате, только вот последний этап у нас и сыграло. Но, уравнение можно написать, уравнение написали. Но, кроме уравнения, когда уравнение есть, а что нужно сделать? Для уравнение? Начальные условия нужны. А где мы начальные условия возьмем? Только из эксперимента, понимаете? А где там эксперименты с резонансами? А? Поехали. Ну вот. Вот. Всё, что ли? Что-то мне вот... Караул устал. Ладно. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...